В законе сказано то, что президентом должен быть человек, который гражданин Эстонии, армян или латыш, и его сейчас тоже должен быть 40 лет. И все. Нет, и все. Гражданин по рождению. По рождению, точно. Это, кстати, очень важно. Ну, честно говоря, вот если вернуться к этим высказываниям, да, и вообще к поведению консерваторов в этом отношении, вот такое ощущение, они не смогли найти себе тему, на которой работают, да, они не смогли найти себе тему в экономике, либо в социальной политике. Для них единственная, наиболее комфортная тема оказалась это вот национальный вопрос, боязнь беженцев, и они в ней сидят. Вот это, честно говоря, мне напоминает начало 2000-х, да, когда это радикальное крыло и самолит, которое также, собственно, не могло найти себе более какой-то эффективной темы, и работали в этом поле. Я тоже думаю иногда об этом. Если бы не было этого вопроса с президентами, какая была бы их поддержка, тогда у них вообще тем не было, и, может быть, сидели бы на 2-3 процента, все. Они постоянно, это их поможет, если честно. Вспомните дискуссию, опять же, конца 90-х, начало 2000-х, а может ли русский стать министром? Сегодня мы имеем министра русского, и у нас есть Асиновский, да? Один. Ну, хорошо, мы как бы не говорим о квотах, да, это... А мы не говорим о квотах. А как будем выяснять, кто здесь русский, кто здесь, по фамилиям? Ну да, это тоже сложный элемент, но вот это сама дискуссия, которую, собственно, поднял Хельми, апеллируя против конкурентов. Если мы смотрим, это вопрос, связанный с Мариной Калераном. Патерска 33,5 процентов. Я думаю, средним. Если у человека есть такая Патерска, как кандидата-кандидата-президента, потому что, действительно, у нас кандидата-виссионету, то люди об этом не думают. Сегодня я слушал радио, и там была передация интервью, с Марина Калерандом. Она сама скажет постоянно, что она русская, так она и есть, и что здесь такого. Так что это зависит от человека, есть ли это какая-то проблема, связанная с кандидатурой или нет. А кого бы вы видели президентом и так далее? Так вот, все дружно говорили о Калеранд, но никто не сказал, потому что она русская, например. Потому что у нее русские корни. А когда я спрашивала, а почему, то ответ у людей был такой. Потому что она была министром иностранных дел, потому что она умеет вести диалог, потому что она работала в России, потому что она хорошо знает русских, а значит, она сможет наладить контакты между нашей страной и Россией. Вот то, что я услышала. И о нашей равноправии. Ну да, и сказали, что вообще пора уже женщине попробовать... Большинство из тех, кого я опрашивала, они сказали, потому что она женщина. Вот посмотрите, вот последний опрос или исследование, которое делали в Нарве в 2014 году. Значит, там примерно половина норвезтиан считает, что русских в Эстонии дискриминируют. Но при этом 80% не встречались лично с этой ситуацией. Может быть, 80% норвезтиан никогда не вышли из этого региона, и такого вообще не мог чувствовать. Так что здесь, если мы говорим о дискриминации, это уже место... Но вот с этим ощущением что делать? Это же надо как-то менять? Ты знаешь, тут может быть... Как вы думаете, через сколько лет в Эстонии может появиться русский президент? А я почему-то думаю, что тут уже лет через 40, когда актуальность вот этих всех конфликтов, которые мы сегодня имеем, лет через 40... Да это не обязательно может быть русский, это может быть африканец выходить там оттуда уже несколько... Не эстонец, да. Но лет через 40, я почему-то согласен с россиянами в этом же. Через сколько? Не эстонец, президент в Эстонии, в национальной стране. Затрудняюсь сказать, но я думаю, что лет через 10-15, мне кажется, потому что мир очень меняется, мы меняемся. Ну, оптимистично, это мое мнение. У Марина Калюранда нет шансов, я понял. Я думаю, если вы думали, что это будет через 40 лет, или через полувека, или 15 лет, вы не думали об Марина Калюранда, по-моему. Потому что если мы берем все-таки Марина Калюранда как кандидата, это может реальность и в этом году. Я не скажу, что это будет реальность, но, по-моему... А проблема, по-моему, здесь в этом, что Марина Калюранда, хотя она русская, она для людей, эстонцев, не русская. И ей просто не берут как русского. А если найти там русского русского, это тоже может быть через... Я согласен, через 40. Да, лет через 40. Хорошо, очень коротко, мое версие. Если Марина Калюранда, то, может быть, в этом году, если русский русский, вот с Георгией Скленточкой, то лет через 30, наверное.